Около 700 сотрудников Первой городской неустанно борются за здоровье своих пациентов, а таких немало. Ежедневно сотни горожан приходят сюда за помощью и профессиональным советом. О том, что врачи ответственно относятся к своей работе, доказывает тот факт, что в 2009 году данная поликлиника заняла первое место в смотре конкурса среди учтений здравоохранения по городу Бресту и Брестскому району за высокое качество оказания медицинской помощи. Главную ценность для поликлиники представляет коллектив опытных профессионалов в белых халатах. Первая поликлиника, она у нас как основополагающая в городе Бресте, потому что она первая появилась в городе, после нее уже образовывались другие лечебные учреждения и из нашего коллектива люди уходили на руководящие должности, в другие учреждения, в органы управления и так далее. Поэтому мы являемся как бы кузницей кадров. Одним из таких ценных кадров является Валентина Бартахова, доктор с 30-летним стажем. «Я иду на работу как на праздник», – говорит заведующая первым терапевтическим отделением. И действительно, глядя на то, с каким вниманием эта женщина слушает пациента, с каким трепетом относится к любимому делу, сомневаться не приходится. Валентина Николаевна знает о трудностях профессии не понаслышке. Впрочем, как и ее коллеги. «Самое главное – это должна присутствовать любовь к людям. Если ты любишь людей, если ты их понимаешь, почувствуешь, что они хотят от тебя, и где-то поможешь человеку. А это самое главное в профессии – помогать, лечить людей, лечить не только болезни, но и душу человека». «Наверное, самое сложное – приходить каждый день на работу, отдаваться и полностью, отгораживаться от своих личных, домашних и семейных, и каких-то бытовых проблем, и каждый день сталкиваться с волью и проблемами людей, и проникаться ими». Первый номер городской поликлиники, несомненно, удачно дополнил стремление главврача Владимира Клименко во всем быть первым. Именно здесь медработники стали пионерами, присев за компьютеры. А совсем недавно в обслуживании населения внедрили электронную очередь, что заметно облегчает работу медперсоналу и сокращает томительные часы ожидания пациентов. Ведь в вопросах здоровья дорога каждая минута. И желание идти в ногу со временем играет важную роль в техническом оснащении учреждения здравоохранения. «Хочется приобрести более новое современное оборудование, которым бы могли пользоваться для лечебно-диагностического процесса в нашем учреждении». Торжественная церемония вручения дипломов и благодарностей из-за качества медицинского обслуживания врачам учреждения здравоохранения гармонично чередовалась с музыкальными номерами. На праздничном концерте в адрес медперсонала Первой городской звучало много теплых слов от представителей городской и областной вертикали. Но особое значение представляют поздравления тех, кто находится рядом – коллег пациентов главного врача, которые, как никто, знают настоящую цену здоровью. «Я хочу пожелать всем сотрудникам, чтобы они были прежде всего здоровыми, чтобы у них всегда светило солнце в доме, чтобы был покой в их душе и, естественно, чтобы уважение и любовь к людям всегда присутствовали». «Здоровье им всем в первую очередь, чтобы они всегда выкладывали для пациентов, для наших, все самое лучшее, что у них есть и у нас есть, чтобы никаких вопросов по оказанию медицинской помощи в учреждении не было». Виктория Драгобецкая, Виктор Халявка, Александр Воронин, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.